Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас сегодня утром в понедельник на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как ведут себя цены на нефть. По некоторым сортам они в пятницу доходили до стоимости 2 долларов. В США начинаются массовые протесты, ну и новые эпицентры распространения коронавируса. Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем видео. Итак, всем еще раз доброе утро. Напомню в самом начале, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео и ваши вопросы также оставляйте по ходу в комментариях к этому видео, на те темы, к которым у вас вопросы возникнут. Ну а мы начнем с цен на нефть. Сейчас этот инструмент прикован в внимание всех инвесторов, трейдеров. И на текущий момент в пятницу мы видели, что техасская нефть достигала 2 долларов на торгах в пятницу. И вполне вероятно, что из-за снижения спроса некоторым производителям даже придется доплачивать за то, чтобы нефть покупали. Так как хранить нефть по факту уже негде. И стоимость аренды дополнительных танкеров, дополнительных площадей может быть дороже, чем просто дать ее бесплатно и не занимать те площади, которые есть. Так, например, один из производителей нефти Вайоминга продавали свою нефть 23 марта по 19 центов. И здесь я тоже приготовил для вас отдельный график, чтобы вы смогли посмотреть и убедиться, как это было. Ну и, собственно, то, что у нас происходило на прошлой неделе в пятницу. Так, давайте посмотрим. Ну, то есть это было еще 23 марта. И, собственно, здесь, если мы посмотрим за последний месяц, то мы с вами видим, что 18 марта цены доходили до 19 центов за баррель данной нефти. Ну, а в пятницу, 17 апреля, цена составила 1 доллар и 71 цент. То есть, фактически, сегодня уже на торгах в понедельник фьючерс по VTI упали до минимума в 99-го года на опасениях как раз нехватки хранилища и снижения добычи по соглашению ОПЕК+. Начнется только в мае. Ну, а общий спрос, да, общее насыщение, оно, конечно, пока не вернулось тем объемом, который ожидалось. Итак, на текущий момент по протестам США, я думаю, что уже также многие обратили внимание, что минувшие выходные американцы выходят на улицу, протестуют против карантинных мер, которые продолжают навязывать губернаторы штатов против заявления Трампа о максимально быстром выходе из карантина. Несколько тысяч американцев собрались в воскресенье, в субботу, тем самым продемонстрировать свое желание, как можно скорее отказаться от карантинных мер. Трамп также заявил, что сейчас достаточное количество тестов на коронавирус, чтобы начать восстановление экономики. Об этом он заявлял еще, соответственно, в четверг о том, что уже планируется дать послабление некоторым штатам, где уже зафиксировано снижение распространения вируса, снижение заражения, ну и выходить будут постепенно. Но не все губернаторы поддержат данное решение, ну а люди понимают, что им нужно на что-то кормить семью, нужно восстанавливать уже те производства, которые на время коронавируса были закрыты. Ну и, собственно, люди хотят уже выходить на работу, пока им кажется то, что на текущий момент распространение вируса, оно менее страшно для них, чем возможность не заработать денег даже для своей семьи. Ну и появляются новые очаги распространения коронавируса на текущий момент. По данным CNBC, Юго-Восточная Азия может стать уже следующим как раз эпицентром данного распространения. Если мы с вами посмотрим на статью, которая была сегодня как раз опубликована по CNBC, на сайте CNBC, то мы с вами видим, что порядка 28 тысяч в воскресенье было зафиксировано по Юго-Восточной Азии. Опять же, здесь мы видим рост по экспоненте, ну и в принципе здесь сюда входят такие страны, как Филиппины, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Начинают массово тестировать, конечно, в ряде стран, ну то есть если мы возьмем эти страны, то большая возможность тестов есть как раз в Сингапуре и меньше этого происходит на Филиппинах и Индонезии. Но вот сейчас, на текущий момент, если мы можем предположить, то следующий как раз очаг распространения вируса может прийтись на Юго-Восточную Азию. Ну а в целом на текущий момент мы с вами видим общую цифру распространения коронавируса. Это 2 миллиона 345 тысяч на текущий момент, почти 750 тысяч подтвержденных случаев в США, 200 тысяч в Испании, 170 тысяч в Италии, 150 тысяч в Германии. В России на текущий момент уже порядка 42 тысяч подтвержденных случаев, но большинство из них, безусловно, в Москве. А также на текущий момент статистика по смертности пока на первом месте также остается Италия, затем Испания, Франция, Великобритания, ну и затем следует уже штат Нью-Йорк по количеству смертей. Что не очень хорошо, ну и в принципе, что мы на текущий момент видим, это то, что всплески продолжают появляться на текущий момент, и мы видим то, что в пятницу количество зараженных случаев, ну в четверг доходило до примерно максимальной значения 12 апреля. То есть сейчас мы видели небольшой спад по данной активности, но сейчас мы фактически торгуемся, фактически находимся примерно на тех же самых значениях, что и в первой половине апреля. Поэтому сейчас пока, ну вот многие говорят, что уже пик активности пройден, в том числе об этом заявляет Трамп, но на текущий момент пока распространение все-таки оно идет достаточно большими темпами, и здесь тоже нужно уже смотреть за этой динамикой. Ну а пока это не пойдет на спад, пока страны не начнут возобновлять открытие, снятие карантинных мер, то здесь вряд ли мы можем ожидать восстановления экономики. Ну а теперь давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе. Сегодня у нас понедельник, поэтому мы пройдемся по инструментам, которые нас ожидают к публикации, и понедельник пройдет максимально с минимальным количеством событий, ну с точки зрения тех, которые я выбрал, как, например, важные. Здесь их не будет опубликовано, но давайте обратим внимание на вторник, здесь будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья, ожидается снижение, ну оно и понятно. Дальше в среду выйдут изменения по запасам, здесь ожидается также небольшое снижение, но здесь это тоже очень большой вопрос, вряд ли запасы здесь могут снизиться, пока не остановлена добыча, и ну так как рынок все равно тратит меньше. А также в четверг выйдут данные по продажам нового жилья, здесь в данном случае пока по прогнозам ожидается некоторое увеличение, возможно люди используют этот момент, как раз когда купить новое жилье, то что откладывали, планировали, и на текущем этот показатель пока остается в позитивной зоне. Ну и в пятницу выйдут индекс заказов на базовые товары для длительного пользования, то есть достаточно много публикаций будет выходить из США, ну и безусловно основное внимание будет приковано к той ситуации, которая сейчас происходит на рынке. Ну а мы давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас, вообще, ну вот я на текущий момент в первую очередь обращаю внимание на индекс S&P 500, так как он фактически является основным поводырем, то есть фактически куда идет он, от этого уже можно отталкиваться, куда пойдут и валюты, и все остальные индексы. На текущий момент мы видим все-таки рост, пятница открывалась с гэпом после заявления как раз в четверг вечером Трампа о снижении карантинных мер, ну и фактически сейчас пока мы видим фазу роста. Вот сейчас давайте мы начнем как раз наш выпуск, ну мы начнем с евро-доллара, но вот пока здесь общая картина, она, на мой взгляд, стоит следить как раз по S&P. А евро в этой связи у нас на текущий момент находится в фазе нисходящего, фазе нисходящего движения по данному инструменту, и сейчас мы с вами видим, опять же, некоторые замедления в данном снижении, то есть здесь, если говорить о начале роста евро и снижения американского доллара, соответственно, здесь нам необходимо увидеть уход выше максимальных значений, которые были сформированы в пятницу, это уровень 1.892, и после преодоления данной отметки здесь мы можем говорить уже о покупках евро, ну а пока тенденция здесь идет к снижению. По фунту у меня были открыты на прошлой неделе сделки, открывал я на продажу, но как раз на фоне роста S&P 500 сделку по снижению британской валюты здесь я закрыл. На текущий момент все-таки пока мы здесь остаемся в фазе нисходящего движения, мы пока не смогли закрепиться выше максимумов, которые были сформированы 17 числа, то есть здесь я больше перестраховался и не вышел чуть раньше, зафиксировав прибыль по данной сделке. Соответственно, здесь пока мы остаемся в фазе нисходящего движения, если говорить о покупках по британской валюте, то здесь мы должны увидеть закрепление выше как раз максимальных значений, которые мы видели в конце прошлой недели, в пятницу по цене 1.25.22. Если мы сможем это сделать, если фунт сможет закрепиться выше данного ценового значения, то можем ожидать как раз начала уже восходящего движения, но если обновим локальный минимум, то, соответственно, продолжение нисходящей формации здесь будет набирать обороты. Но в этом случае, скорее всего, мы увидим снижение по индексу S&P 500, и тогда здесь это будет уже более логично. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы перешли в фазу нисходящего движения, мы в пятницу смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые торговались в четверг, и, собственно, здесь я открыл сделку также на продажу по данному активу. На текущий момент я перенес стоп-лосс уже за максимум пятницы, чтобы не рисковать излишне в данной позиции, ну и ожидаю дальнейшего движения по направлению на 1.38.68, соответственно, обновление минимальных значений пятницы подтвердит данный настрой дальнейшего движения. Ну а пока остаемся здесь наблюдателем, но минимизировав риски, перенеся стоп-лосс уже чуть ближе к точке входа, ну, соответственно, убрав его пока за локальный максимум пятницы. По паре американский доллар и японская иена здесь на текущий момент сохраняется движение пока восходящее, здесь тоже у меня были открыты сделки на покупку, и после того, как в пятницу она не смогла вновить локальный максимум, здесь я покупки также закрывал по данному активу, но, опять же, продаж здесь пока еще не началось, тут нет сигнала на продажу по данной паре. Соответственно, здесь мы ожидаем движения по направлению на текущем, это он сохраняется восходящее, но если говорить о продажах, то ждем, как будет торговаться сегодня. Если сможем обновить локальный максимум, то, соответственно, будем продолжать искать уже непосредственно покупки, а если обновим минимумы, то как раз новый заход на продажу здесь может быть довольно-таки интересен. По австралийцу мы переходили в фазу здесь нисходящего движения на текущий момент и сейчас мы торгуемся уже на повышение, то есть австралийц растет в пятницу по отношению к четвергуту, что дает предпосылки на начало как раз восстановительного восходящего движения, ну и в свою очередь снижение по индексу S&P 500. То есть, опять же, эти вещи будут торговаться взаимосвязанно. Здесь пока, опять же, нет подтверждения, S&P растет, но растет неохотно, сейчас идет сезон отчетов, какие-то компании отчитываются довольно-таки неплохо по итогам первых трех месяцев, ну и, соответственно, S&P 500 тоже на этом подрастает. Ну и плюс позитивные вербальные, можно сказать, интервенции, которые проводит Трамп, они добавляют позитива как раз рисковым активам, ну, которым является и фондовый рынок, соответственно. Поэтому здесь я нахожусь в покупках, стоп-лосс у меня перенесен за локальный минимум, соответственно, здесь я ожидаю обновления локальных максимумов для подтверждения как раз сохранения данной информации, поэтому пока покупки здесь буду держать. По Новозеландзу картина достаточно похожа, здесь мы перешли в фазу роста тоже в пятницу, зафиксировав, обновив локальный максимум и сегодня уже торгуемся выше максимальной значения, но по Новозеландзу здесь позиции я не открывал, поэтому здесь пока, с точки зрения, опять же, часового таймфрейма, она сохранится в восходящее движение, поэтому здесь нужно быть аккуратным с продажами, потому что пока идет зона роста. Золото корректируется, сегодня у нас новый локальный минимум по золоту, торгуемся ниже, отбиваемся от уровня 1745 долларов за тройскую унису, сегодня уже обновили локальный минимум, ну и, соответственно, золото продолжает свое нисходящее движение, поэтому здесь пока будем искать возможность купить после завершения данного нисходящего движения, но какие цены здесь будут, уже будем смотреть по факту, пока здесь сигналов на поиск покупок нет. По индексу DAX, на текущий момент, здесь с точки зрения часового таймфрейма, я могу сказать о том, что тенденция у нас сохранится в восходящее, но есть область сопротивления, это максимум как раз 14 числа, который DAX и не может преодолеть, вполне вероятно, от которого у нас пойдет отбитие и начало нисходящее движение. Но для этого нам нужно как раз закрепиться ниже минимальные значения, которые были сформированы в пятницу, это даст определенное подтверждение того, что индекс готов двигаться по направлению вниз и, скорее всего, катализатором здесь будет как раз индекс S&P 500, который мы с вами посмотрим дальше. Пятница фактически была самым лучшим торговым днем за последний месяц, начиная с 12 марта и, собственно, сейчас мы видим то, что S&P пока не может, да, открылись мы в пятницу с гэпом по фьючерсу S&P 500, но хватит ли настроя двигаться дальше вверх? Здесь есть определенные сомнения, поэтому здесь я для себя тоже буду искать продажу, об этом я говорю еще в прошлый понедельник, но сигналов на продажу не поступало, то есть S&P рос, несмотря ни на что, но и, собственно, сейчас, если все-таки эти продажи, появятся сигналы, если мы сможем сегодня закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу, то я закрою те позиции, которые у меня сейчас открыты на продажу американского доллара и перевернусь обратно в покупки по доллару по тем инструментам, где будет сигнал, ну и, собственно, буду отслеживать торговлю по S&P 500 и по возможности его, соответственно, продавать. Ну вот такие планы, такие ожидания на предстоящую неделю. Ну, на сегодня это все, будем прощаться, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ваши вопросы, которые появились, оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся в среду и продолжим смотреть, что происходит на рынке и какие ситуации для нас будут интересны. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели, всем спасибо за внимание и до свидания.